По состоянию на сегодня, по официальным данным, в России сейчас зарегистрировалось 170 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской области и чуть более 100 тысяч, 110 или 112 тысяч беженцев из этого же региона находятся в других областях Украины. По оценке тех же международных организаций, общее количество беженцев, которые не регистрируются, может достигать миллиона человек. Чтобы понимать, что это за цифра, на территориях Донецкой и Луганской областей до начала войны проживало 7 миллионов человек. В тех районах Донецкой и Луганской областей, которые охвачены непосредственными боевыми действиями, проживало 4 миллиона. То есть это каждый седьмой житель данного региона и каждый четвертый житель на 25% от тех, которые находились в зоне боевых действий. Но можно, легко не боясь ошибиться, прогнозировать, что зона боевых действий будет расширяться. И охватывать соседние с Донецком, с Луганском регионы. Если сейчас армия Киева терпит катастрофическое поражение под Донецком и под Луганском, то это значит, что Донецк и Луганск перестанут через какое-то время обстреливать. Но линия фронта передвигается к Мариуполю, передвигается к Запорожью, к Одессе, к Харькову. Это тоже города с миллионным населением. При этом, как опять-таки констатировали коллеги, киевская власть не собирается идти на переговоры, не собирается каким-то образом уладить конфликт компромиссным вариантом. Я думаю, что и не пойдет, потому что у нее просто нет такой физической возможности. Потому что по мере нарастания конфликта, по мере поражений на фронтах происходит радикализация той части общества, которая поддерживает власти Киева. Порошенко уже оказывается недостаточным фашистом, ему уже угрожают импичментом. Его реально может сменить значительно более радикальная фигура. Причем практически у Порошенко есть три варианта. Остаться номинальным президентом, при том, что руководить будут другие люди, погибнуть на боевом посту и бежать из страны, не зная, какое для него лучше. Но он реально теряет управление с процессами, происходящими в государстве. Понятно, что более радикальные силы будут вести войну с еще большим остервенением, при том, что даже действующая власть не собирается прекращать военный конфликт. Кроме того, мы понимаем, что за практически четыре месяца боевых действий совершено большое количество военных преступлений. Они затрагивают большое количество людей. Это люди, которые отдавали приказы, люди, которые исполняли приказы. И все эти люди понимают, что в случае, если конфликт будет прекращен, рано или поздно будет задан вопрос, кто должен ответить за совершенное военное преступление. И они могут оказаться в тюрьме. Они совсем не хотят этого. Поэтому единственный для них выход – это победить в войне, для того, чтобы победа все списала. Поэтому, опять-таки, они будут продолжать воевать. Если теоретически у ополчения еще есть возможность без серьезного противостояния, возможно освободить крупные города Новороссии, такие как Запорожье, Одесса, Харьков, возможно даже Днепропетровск. В случае, если внутри этих крупных областных центров будет поднято восстание против Киева, то по мере продвижения в центральную часть Украины такие возможности будут весьма ограничены. Ожидать, например, восстания в Киеве не приходится. То есть там может быть восстание против Порошенко, но не против нацизма. И не в пользу Новороссии. Следовательно, боевые действия могут реально вестись вокруг и в крупных городах, не только в Донецке и в Луганске. Субтитры создавал DimaTorzok